В районе стадиона «Строитель» столкнулись рейсовый автобус и «Мерседес». В общественном транспорте находилось около 25 пассажиров. Авария произошла на проспекте столетия Владивостока 30. Этот перекресток хорошо известен многим автомобилистам города. И частенько здесь происходит ДТП. Вечер 2 февраля не стал исключением. Водитель рейсового автобуса номер 34 едет по своему привычному маршруту. Направляется с бухты Тихая, проходит половину пути, проезжает по верхней молодежке, чтобы далее вырулить на остановку проспект столетия Владивостока. В районе стадиона «Строитель» путь рейсовому автобусу преграждает «Универсал Мерседес». Машина спускалась в фит серый сверху, его занесло на повороте, и уходил, получается, уже на встречку. А снизу поднимался автобус, и удар, и машину развернул в другую сторону. Разворачивает «Мерседес» на 180 градусов. Автобус вминается и частично отваливается правая передняя часть. Водитель «Универсала» в шоке. Придя в себя, поясняет. Со столетия сверху увидел, что едет автобус, начал притормаживать. Скорость была очень маленькая. Он как бы очень сильно ехал, я боялся, что он просто в поворот не войдет. И все, вывернул влево, и удар. У водителя рейсового автобуса своя точка зрения на происходящее. Точнее, больше вопросов к оппоненту. На полном ходу, не останавливаясь, не геновируя знак «Уступи дорогу», просто-напросто вылетел на встречку, и все. Вот и все. А при чем тут скорость превышена? Когда он сам не тормозил. И зачем он вообще полез на встречную полосу? Если бы он хотя бы дальше продолжал бы движение, как он собирался ехать, я бы просто уехал бы туда, и все. Он же поехал мне на встречу. Я ухожу в сторону, и он меня догоняет на моей стороне. В автобусе находилось около 25 пассажиров. В ДТП они не пострадали, лишь испугались. В спешке покидают транспорт и пересаживаются на другой рейс. Оба водителя остаются на месте происшествия в ожидании сотрудников дорожной полиции. Водитель «Мерседеса», выезжая со транснепенной дороги, не уступил движение, двигавшийся по главной пассажирскому автобусу и совершил с ним пробовое столкновение. Из-за чего оба автомобиля получили серьезные повреждения. Машины покинут место ДТП своим ходом, но им потребуется дорогостоящий ремонт.